Всем привет, с вами как всегда Дезертир и снова Ассазин Скрит. Ну что, поехали, ребят. Начнем, наверное, с того, что попытаемся как-нибудь взять... Это было очень болезненное падение. Вот я даже... Нет. Или да. Вот так, да. Ну а теперь переместимся, я думаю, спокойно в Абстерго и посмотрим, что творится у нас там. Так, испытатель Абстерго, параметры, выйти, покинуть Анимус. Соответственно, мы переместимся в офис к Абстерго и к их ребятам и посмотрим, что у нас там творится. Надеюсь, будет там что-то интересное. Да, вот мы в офисе. И мы можем проследовать и посмотреть, что же творится у ребят за компьютерами во время их отсутствия. Давайте подключимся к... Пароль неизвестен. Нет, чтобы понять, где остановить... Вот это пройдет просто как надо. Отлично. Вот, легкий пароль. Мы его обошли. Это интересный, конечно, способ делать пароли. Это обозвлечение данных 100%. Ядро взломано. Доступ к информации. О, ручное письмо. Оливия, предлагаю тебе первоначальную презентацию, которую получил. Фактов там немного, но эти ребята знают, что делают в понедельник, когда они придут. Сможешь узнать больше. Сообщи, если захочешь послушать. Джон. Итак, зачем сейчас, зачем ждать, почему Блюм? Вот, что-то как-то я не вижу вот эти вот вопросы первые. Ну, ладно. Будучи ведущим новатором в сфере высоких технологий, высокоэффективной коммуникации и программы обеспечения безопасности, Блюм видит в своей задаче изменение отношений к архитектуре информационной безопасности, А и Б. Являясь специалистами во всем, от мобильных телефонов до домашних компьютеров, программ и оцифрованных изображений сложных систем безопасности, мы гордимся тем, что участвовали в создании большинства ранков, лидерами которых сейчас являемся. И ничто не отражает наше мастерство, или лучше, чем наш инновационный флагманский продукт. КТОС. Патентованная операционная система компьютерной безопасности. Что же такое КТОС? Конференциальность, секретность, это безопасность. Органичность, как мы раньше справлялись без нее. Удобство в одном касании. Доступность мы везде и всегда. Стабильность, она просто работает. Проще говоря, КТОС самая стабильная и удобная система компьютерной безопасности в мире. Неужели Абстерго может позволить себе отвергнуть совершенство? Мечты КТОС Блюм гарантирует. Горядок, тьфу, десяток городов, сотни крупных корпораций, тысячи мелких предприятий. Уже почти 10 лет КТОС служит нужным своим клиентам с успехами, не имеющих аналогов в современном мире. Как же мы это делаем? Сверхлегкие долговечные камеры, сверхскоростные оптоволоконные сети, патентованная программа распознавания лиц, надежные центры сбора и обработки данных, облачная система хранения информации, круглосуточная техническая поддержка. У вас есть все, что нужно Абстерго, чтобы защитить свою уникальную интеллектуальную собственность. И не только это. Будущее за Блюм. Или Блюм это будущее. Надеемся на успешное сотрудничество. Ну, тут ничего интересного на самом деле. Но комп уже взломан. Так, ищем другой комп, который мы можем взломать. Проще на самом деле. Уровень доступа 2, видимо. Да, Security Level 2. Я могу проходить Security Level 1. То есть в зоне безопасности под номером 1. Зачем, не под номером, но вы поняли. Да, вот тут и есть еще один компьютер. Хотя не рекомендовалось взломать больше... Вроде бы 2. Не понял. Не понял. А, потерял. Итак. Ой, туда. Усламываем следующий. Что-то новенькое. Это компьютер защитной функции. Так, а как мне аккуратненько попасть? Таким образом. Чтобы в нужное место. Рандом. О. То есть ими надо наоборот пользоваться. Типа лазейки такие. Доступ к ядру разрешен. Данные 100%. Ядра взломает. Доступ к информации. Отлично. Антикирский механизм. Что за... Это какой-то сейв, скорее всего. То есть это... Ладно. Традиционное предполагало, что это аналог вычислительного устройства. А, нет. Видите. Сознанное с целью определения будущего положения небесных тел. Но ученые Абстерга и Индустриус недавно установили, что антикирский механизм просто небольшая часть гораздо более объемного прибора, так называемого прогнозирующего аппарата, который, похоже, использовался первой цивилизацией, чтобы делать предсказания, основанные на вероятности будущих событий. Например. Было доказано, что предтещи использовали это устройство в сочетании со своими врожденными пророческими способностями. Чтобы найти Дезмонда Майлса, источник ДНК в образце 17 и с неизвестными пока целями вступить с ними в контакт. Известно также, что с его природой этих так называемых мер квантовой вероятности использовать данное устройство неимоверно сложно. И потребовались бы сотни или тысячи испытаний, чтобы заглянуть так далеко в будущее. Что за... Багдадская батарейка Закровенная тайна багдадской батарейки, много лет подражающей умы ученых, наконец разгадана. В этом году исследователи Абстерга Индестерис выяснили, что эти батарейки когда-то содержали созданное предтещами вещество, способное производить электрическим путем накопления энергии, создаваемое ходом времени. Этот неизвестный кристаллический материал, подозрительно похожий на то, что физические теоретики называют кристаллами времени, был способен генерировать энергию понемногу, но в неограниченных объемах, просто вытягивая ее из самого хода времени. Итоговое напряжение было крошечным, но могло питать небольшой диод, что создавало огромный, но очень практичный источник света на сегодняшний день, и ни одного рабочего кристалла времени при тече пока не обнаружено. Фиалы с кровью, а это вот как раз, которые показаны там, были у нас. Узнания этих фиалов с кровью нам известно мало, хотя с того момента, как в конце 80-х годов Абстерга заинтересовались их поисками, фиалов было найдено уже несколько десятков. На данный момент содержимое только трех фиалов найдено нетронутыми, и только в одном из них точно содержится образец ДНК предтеч. Руководство Абстерга Индристрис высказало особый интерес к обнаружению других образцов ДНК предтеч, и, если возможно, образцов ДНК и на засыпаемой митохондриальной Евы. Возможно, вероятность успеха невелика, но постарайтесь, пожалуйста, идентифицировать любые фиалы, на которых натолкнетесь в воспоминаниях. К сожалению, средний период полураспада ДНК составляет всего 500 лет, и образец, который по возрасту может принадлежать предтечам или Еве в 80 тысяч лет, или старший уже будет неприкуден к использованию. Мы считаем, что потребуется более 250 подобных образцов, подобным образом сохраненных образцов, и тонны удачи, чтобы расшифровать геном предтеч силиком, хотя в реальности это число, скорее всего, будет ближе к 500. Хрустальный череп Ученые несколько раз находили это древнее устройство в различных местах, где когда-то, предположительно, обитали предтищи. Все они в какой-то степени средства коммуникации, хотя пока можно только четко выделить три типа. Первый тип черепов работал примерно как современный мобильный телефон, позволяя устанавливать многоузловую связь между всеми обладателями рабочего устройства. Позднее был обнаружен второй тип хрустальных черепов, включавший в себя функцию записи воспроизведения, так что пользователь мог записывать и посылать аудио-видеосообщения многочисленным собеседникам так часто, как пожелает. Третий тип черепов обнаружен только недавно. Похоже, работал как пассивное наблюдательное устройство, как экраны в традиционных системах видеонаблюдения. Камеры, которые должны были быть на другом конце этой системы, пока не найдены. Неизвестно, почему эти средства связи были созданы в виде такого мрачного элемента человеческой анатомии, но почему бы не допустить, что раз сопротивляющие, как бы развито они ни были, становились иногда жертвой безвкусицы. Печати памяти. Это, кстати, да, вот помнится такая штука, мы ее находили в предыдущих частях. Эти устройства очень мощные, но ограниченного охвата использования предтичьевыми первой цивилизацией, чтобы записывать краткие воспоминания, которые, как ни кто-нибудь другой, затем мог воспроизвести или пережить. Судя их по их редкости, найдены или где-то упомянуты в совокупности менее сорока похожи, что печати не использовались предтичьими в повседневном быту, а могли принадлежать только самым богатым и могущественным членам их сообщества. Пока не найдено ни одной печати, задержащей записанные воспоминания предтичьей, только на нескольких содержится хоть какая-то информация. Мы подозреваем, что печати, которые ассасин Альтейр Ибн Лаахат использовал, чтобы передать воспоминания это аудитор от Деференца, все еще находятся в рабочем состоянии, но их местонахождение на данный момент неизвестно. Интересный факт. Многие ранние открытия Абстерга в области технологии генетической памяти были сделаны в ходе тщательного изучения этих артефактов, однако текущие технологии Анимуса никоим образом не связаны с их устройством. Рукопись Войнича. Почитаем. Это удивительная загадка, которую пока никто не рассказал, и мы глубоко заинтересованы в том, чтобы выяснить, кто именно создал эту уникальную окутанную тайную книгу. Следует поручить всем исследователям, закрепленным за европейскими объектами 15-16 века, обращать особое внимание на любые упоминания этого редкого и ценного артефакта. Хотя недавно с помощью углеводородного диетирования определили, что книга была создана около 1405 года. Абстерга Индестерес стала доступна сертификатная информация, которая противоречит этой теории. Одним из объектов нашего внимания в этом исследовании является английский философ Роджер Бекон. Вот такая вот интересная информация. Ну, на мой взгляд, интересно, не знаю, как вам. Посмотрим, что у нас на карте. У нас еще один компьютер здесь и два в офисе. Тробуем открыть компьютер вводный. Тем более, что сюда требуется уровень доступа безопасности 1. Это значит, что мы спокойно сможем вытащить отсюда всю информацию. Хотя, давайте посмотрим. Нам надо добраться до низа. А значит, нам надо... Ага, не сюда. Сюда, а добраться... Ладно. В любом случае, мы... Я думаю, сможем добраться. Вот и все. Все проще, чем даже казалось. Даже не надо было особо думать. Вообще, случайным образом можно добраться, я думаю. Так, этап излечения, как обычно, 100%. Ядра взломана, как иначе. Мы же все сделали. Ох ты, какие люди. Давно я тебя не видел. Родрик Ланзол, папа Александр VI, Родриго Борджия, священник и просто висичак. А был великим магистром ордена тамплиеров с 1476 года до своей смерти. Слишком долго этот искренний верующий человек страдал от грязных выдумок своего врага и от своего аудитора. Пусть же его почитают и помнят за прогрессивные взгляды и внимание к семейным ценностям. Гад этот ваш, Родриго Борджия. Но, тут уж не поспоришь, тамплиеры про свои говорить плохо не будут. Так что вот так. Ладно. Посмотрим, что у нас есть в остальных двух компьютерах. Сюда нам вход воспрещен, потому что это уровень доступа 2. За ее комп мы тоже не сядем. Хотя у нее почему-то наше менюшка с музыкой играющей. Может, это из-за него мы музыку слышим. Ладно, не может. Так. Вот здесь у нас вход. Доступ. Готово. Смотрим еще 2 компа. Сейчас. Внимание. Перемещение потоков постоянно отслеживают защитные программы. Обойди их, иначе они уничтожат твои данные. А, как мне это? Управление данными. Ой. Ой. Ну, суть я примерно понял, конечно. Зараза, почему с самого начала-то начинать? Ну ладно, хоть бесконечные в каком-то смысле попытки. Да, блин. Да, блин. Да, блин. Надо, короче, не суетиться. Да сказал же не суетиться. И сам суетюсь. Так, медленно, аккуратно, не спеша вообще. Уже, как говорится, не смешно. А, можно еще передвигаться. Отлично. Обход протоколов защиты. С ней не установлено. Отлично. Все сухо. Господи. Why did you take it? Who made you take it? I took it of my own free will, with no constraints. I prefer a man's dress to a woman's. You made an oath, Jeanne. You swore to never again dress as a man. I never meant to swear that I would not resume the practice. Why have you done so? Because it is more lawful and suitable for me to return to the practice of wearing a man's dress. Being always among men, than to have a woman's dress. I have resumed it, because a promise made to me has not been done. How is he? Hour three, doing well. Are we still in 18th century Hungary? No. His connection is so stable, he's jumped between a few ancestors today. We're in 15th century France now. Turns out he's related to one of Jonah Bach's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No, no, no. Come on, Satish. Not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Surrogate Initiative. Test Session 32. April 2nd, 1981. Host, Eileen Bach. DNA sample, SB1970. Miriam. Miriam, are you awake? What? Miriams are coming for me. Who is? Is it God? I see them from my window amassing in the courtyard. My time is up. Bartle, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me. They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. It's a spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Sound seven. Sound seven. Sound seven. Sound seven. Sound seven. You must bring it to the assassins. Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, no, I'm... I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired. That's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Wittig? He called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research, memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers, non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over. Damn it! Eileen, we just talked about my mother. Just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Wittig has been a pain in my ass for years. And I don't need him getting all the glory for my two years of hard work. All right. So, how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I... I don't know. Just go through me if he contacts you again. Please? All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been exhausted. That's all. It's all right, hun. Just... Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing. And it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. Eileen, are you all right? Sorry. Yeah. I'm fine. Just a little... Scattered. Bidic called my ex-husband last night. He wants to put him in the Animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be fast using Bidic's Animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just... Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes. Just a few more adjustments and you're in. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that vises a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right. Settle in. Settle in. First object, нулевый, то есть, соответственно, с которого все это начиналось. Хоть он сказал нам не злоупотреблять, но я попробую все-таки это сделать. Черт. Надо быть аккуратней. Запороться в самом конце. Ну что за человек-дезертирка. Такие неудачи. Одна за друг. Прямо ужас какой-то. Давайте сюда, например, пройдем. Я думаю, этого вполне достаточно для этого. Как я сказал, это будет чисто офисная запись у Абстерка, так что если вам не нравится, тут уж не ко мне. Так, с прошлой записи прошло несколько недель. Прости. Конечно, для тебя это пара секунд. Шаг вниз в плейлисте. Шаг вниз в плейлисте. Ладно. Так, про Клея. Качмарка. Объект 16. Так вот, когда я впал в кому в Италии и очнулся в черной комнате Анимуса, там было, ну, так спокойно, как во сне, в каких-то грезах. Где всех этих бед просто нет. Будто впереди еще один обычный день за стойкой в непогоде. Где можно жаловаться на девушек и размышлять, что же делать со своей жизнью. Но, когда я увидел Клея, он просто сидел там, и я начал вспоминать понемногу. И, когда он рассказал про Люси, я... Черт, знаешь, это больно. И я понял, что убил ее, ничего не думая и не чувствуя. Тогда, по крайней мере. Затем все наболилось разумом. Память об Эцио, Аль-Таире, первой цивилизации. А перед тем, как исчезнуть, Клей отдал свои воспоминания. Показал мне все, что он видел, что пережил. И это было... Быстро. Но оглушило меня. Не знаю, как объяснить. Он видел Адама и Еву, и как они бежали из рабства. Видел начало и конец войны между предтечами и людьми. Видел Минерву, Юнону и Тина. Как они пытались довести до конца свои расчеты. Ну, так они это называли. У них были мощные машины, чтобы предсказать будущее. Не наверняка, а просто то, что может случиться. Варианты. И... Ну, они много времени потратили, чтобы понять, какой сценарий самый вероятный для них и для нас. И в конце, похоже, решили, что я самый вероятный кандидат. Парень по имени Дезмон, живущий в начале 21 века нашей эры. Но какой Дезмон нужный? Вероятность странная штука. Столько развилок, столько вариаций. Какой именно я нужен? Дезмон, что рано женился и воспитывает сына. Тот, что остался холостяком в Нью-Йорке. Или тот, что переехал в Сан-Франциско и стал официантом. А может, тот Дезмон, что работал в автомастерской в Чикаго. Или, может, я, только никогда не сбегавший от родителей. У предтеч было множество вариантов, но... В конце концов, счастливчиком стал я. Я тот Дезмон, которого выбери их расчеты. Я тот, кому они оставляли свои послания. И, похоже, от этой чести мне не скрыться. Что за честь? Я устал. Продолжу позже. Чао. Вот такое второе послание от Дезмонда. Впрочем, я не видел еще первого послания. Здесь, кстати, посмотрим карту. Больше, вроде, компьютеров здесь не находится. Можно попробовать сходить еще по офису. Но, в принципе, я думаю, что, скорее всего, это конец. И на сегодня... Это, скорее всего, все. Где-то у нас. Да, вот сюда. Ну, я быстренько сейчас пробегусь по всему вот этому месту. Руководство или холла? Холла, скорее всего, не 15 этажа первая. Просто случайно петерочку поставили. Карта холла. Можем зайти вот сюда. Но там ничего нет. Вообще, мне интересно... А, вот эта карта. Здесь вот тоже ничего нет. То есть, в принципе, я зря мотался. В общем, ладно. Давайте тогда закончим на красивом виде из холла. Мы думаем, будет вполне достаточно. Всем спасибо за просмотры. С вами был, как всегда, я. Дизертир. С вами был, опять же, Ассасин. И все. В этом роде. Сегодня была вот такая вот специфическая, скажем так, серия из Абстерго. Всем спасибо за просмотры. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok.